В этом видео мы разберем с вами сценарии поискового и сетевого ретаргетинга и ответим на главный вопрос, почему же все-таки нужно настраивать разные сценарии. Итак, зачем нужны сценарии? Сценарии сетевого и поискового ретаргетинга в первую очередь нужны для того, чтобы грамотно работать с вашей целевой аудиторией, совершать продажи по тем клиентам, которые у вас были на сайте, но не совершили покупку, по тем клиентам, которые наоборот уже купили ваш товар и услугу, и мы знаем, что их может еще заинтересовать. При этом настройки сценариев позволяют нам эффективно распределять бюджет и нацеливаться именно на ту аудиторию, с которой мы хотим поработать прямо сейчас. Давайте разберем, как создавать аудитории для ретаргетинга и какие сценарии есть. Для начала нам нужно зайти в библиотеку и выбрать ретаргетинг и аудитория. Мы попадаем на страницу со списком условий подбора аудитории. В будущем здесь вы будете видеть все ваши созданные условия, а мы начнем создавать свои. Для этого нужно нажать на новые условия и в выпадающем окне задать название этого условия. Чтобы не запутаться, я буду называть первый сценарий. Это пользователи, которые посетили наш сайт. Кратко посетил сайт. Далее мы можем выбрать, как уже готовые цели и сегменты, а также можем создать собственную. Я выберу второй вариант. Я создам собственную цель. Для этого нам нужно кликнуть на поле «Выберите цель», нажать «Настроить цели в метрике» и мы попадаем на страницу Яндекс.Метрики со всеми нашими счетчиками. Я выберу нужный мне сайт. Откроется главная страница метрики этого сайта. А далее в левом меню я выберу «Цели». Мы попадаем с вами на страницу, где будут отображаться все наши цели. Как видите, цели отсутствуют. Давайте заведем нашу первую цель. Для этого нужно нажать в левом углу на кнопку «Добавить цель». У нас откроется меню целей. Я напомню, что у нас сейчас задача настроить ретаргетинг по условию, когда мы возвращаем пользователя, который посетил наш сайт. Чтобы не запутаться, я продублирую название цели, как и условие ретаргетинга. Посетил сайт. Далее я выбираю тип условия «Посечение страниц». И в списке, где условие URL содержит, я ввожу название нашего сайта. И после этого нажимаю «Добавить цель». После того, как мы создали цель, мы возвращаемся обратно в кабинет Яндекс.Директа в список условий подбора. И здесь давайте воспользуемся поиском по цели, чтобы быстро найти нужное. У нас цель называлась «Посетил сайт тест». И мы видим ее в предложенном варианте. Давайте выберем. Далее мы можем выбрать, на кого будем таргетироваться. Только на пользователей, которые достигали этой цели, на пользователей выбранной цели и похожих пользователей. Или только на похожих. Так как у меня задача вернуть пользователя, который посетил сайт, я оставлю только выбранную цель. По умолчанию период для настройки ретаргетинга составит 540 дней. Я рекомендую ориентироваться на ваш цикл сделки. И в моем случае он составит 30 дней. Именно этот параметр я и задам. После того, как мы все сделали, указали цель, указали, кто нам нужен, и период мы нажимаем «Сохранить». У нас сформировалось первое условие подбора, а именно «Посетил сайт», и это условие подбора теперь мы можем использовать в настройках рекламных кампаний для таргетирования. Сейчас мы с вами создали цель, которая подразумевает возвращение пользователя, который посетил наш сайт. Таких пользователей лучше всего ввести на страницу с акциями, распродажами, специальными предложениями. Таким образом, пытаясь вернуть пользователя, показывая выгодные условия в наших товарах. Пример текстов может быть распродажа, новые поступления, акции, скидки. Другой сценарий – это посещение определенной страницы. Мы уже заводим по знакомой нам механике эту цель. Для этого мы переходим в Яндекс.Метрику, на страницу «Добавление целей» и добавляем эту новую цель. название будет «Посещение определенной страницы». Тип условия «Посещение страниц». А само условие будет URL совпадает. И давайте введем ту самую страницу, с которой мы хотим ввести пользователей в условии ретаргетинга. Например, пусть будет «Почта». Нажимаем «Добавить цель». Далее мы возвращаемся в кабинет Яндекс.Директа и создаем новое условие с данной целью. Выбираем нужную цель в поиске и также задаем знакомые нам параметры. Нас интересует только выбранная цель, а период – 30 дней. Нажимаем «Сохранить». Условие готово. Теперь мы можем это условие использовать в рамках наших рекламных кампаний. Очень важно использовать эту цель правильно и напоминать пользователям о нерешенной проблеме. Например, «Искали обувь, но не нашли? У нас большой ассортимент». Или «Заходите к нам в магазин и выберите нужный вам товар». Вариантов коммуникации может быть много. Следующая цель – это «Допродажи». Допродажи – это когда мы пытаемся продвигать подходящие товары в комплект к уже приобретенным. И для этого нам нужно сформировать новые условия. Для этого мы возвращаемся обратно на страницу «Метрики» на этап создания целей. В «Метрики» мы также нажимаем «Добавить цель». И здесь задаем название. Я также выбираю тип условия «Посечение страниц» и указываю ту страницу, которая следует за оформлением заказа. После того, как мы создали цель «Допродажи», мы возвращаемся обратно в кабинет Яндекс.Директа. Создаем новые условия, которые называем «Допродажи». Далее выбираем в поиске только что созданную цель и также указываем, кто нам нужен. В данном случае я выберу выбранную цель и похожие пользователи, чтобы расширить аудиторию. И период возьму 60 дней. После того, как мы сохранили условия, оно сразу же доступно на уровне настройки кампаний для того, чтобы настроить таргетинг на эту аудиторию. Следующий возможный сценарий ретаргетинга – это напоминание об акциях, о отложенном товаре. И создать этот сценарий мы сможем на основе уже существующей цели «Допродажи», так как в него входят условия, когда пользователь оформил заказ и попал на конечную страницу. Давайте разберем, как это работает. Мы создаем новые условия, называем его, выбираем уже знакомую нам цель, но указываем, что нам нужно как раз-таки, чтобы эта цель не выполнялась. То есть именно тот пользователь, который не дошел до этого шага. И период мы указываем на свой выбор, я укажу 60 дней. Нажимаем «Сохранить». Теперь нам доступны условия для ретаргетинга как раз-таки на тех пользователей, которые положили товар в корзину, но не оформили заказ. Сейчас мы с вами рассмотрели четыре сценария ретаргетинга. Комбинируя условия цели, мы можем создавать свои уникальные условия подбора аудитории. Проработанные сценарии ретаргетинга позволяют лучше понять целевую аудиторию и взаимодействовать с ней. При этом позволяют нам работать с персонализированными объявлениями, которые повышают вероятность действия на вашем сайте. Настраивайте ретаргетинг и экспериментируйте с различными сценариями. И подберите именно тот, который принесет выгоду вашему бизнесу.